Итак, всем привет, с вами Дубга. Продолжаем играть за Британию, в Пакт Британика. В прошлой серии началась уже Вторая Мировая Война, Вторая Великая Война. И мы успешно пушим Францию. На Востоке мы достаточно хорошо держимся. Да, мы сдали часть территории, но это было так дорого для России и её, в принципе, со селитов-марионеток, что я не думаю, что дальше она сможет пробиться. Уже здесь, видите, всё зелёное. Нас продолжают отыкывать. Господи, провинция, пожалуйста, закройся. И та боеспособность там просто никакущая. Я думаю, как только мы закончим на Западе и начнём наступать на Восток, тут просто всё сметётся. Просто, ну, без шансов будет, скорее всего. Там промышленности есть солидные, но по людских ресурсам там, конечно, всё грустно. И, я думаю, по снаряжению тоже. У Франции, в принципе, тоже. Но людских ресурсов там ещё очень-очень много, но закончится страна быстрее, чем людские ресурсы, в общем-то. Наша здесь пропаганда работает, минус 20 в поддержке войны, так что закончится война тоже побыстрее. И, я думаю, стоит начинать уже делать то же самое в России. То есть постепенно-постепенно, чтобы к 20% дошло всё, когда мы уже подходили к Москве. Ну и поехали. И войска уже скоро пересекут эту речку. В принципе, здесь уже пересекли. И мы уже из Южной Франции полностью переходим в север. Ну ладно, не полностью, здесь ещё микровой войска есть. Он уже на Нант сейчас будет падать. Ну и да. Как я и говорил, Франция вот тут падёт. Её наступление здесь ни к чему не привело. А наши войска вот здесь вот уже успешно отбили. Так, а почему не можем так напасть? Очень странно это. Всё то, что мы в войне находимся с Нидерландами. Очень странно. Так, будущая Испания. Смотрите-ка, с победным испанским государством. Ага, нам стало ясно. У них не было суверена. Да-да. Конечно, всё про вся проблема в том, что они никем не контролировались. Итак, у нас есть вариант Виндзора, либо Газбурги. Аа. Ну здесь это... Слушайте, а здесь это Газбурги, да? Или нет? Так, я не могу найти её фамилию. Прочём фишка, это же австрийцы. Да, короче говоря, я не могу найти. Можно, короче, поставить либо Виндзоров. Угу. Слушайте, ну это в Луновене. Вот здесь написано, да. Это более... Такое, более... Странённое. Всё-таки надо поставить... Не под контроль Германии. Надо всё-таки сохранить наше присутствие в Средиземном море. Потому что Германия наш союзник. Но она и будет оставаться нашим союзником, если мы будем всегда иметь, так сказать, равные, либо чуть большие силы. У нас не будет причин для конфликта. И лучше это не менять. Ну и наши войска уже просто под Парижем. А здесь вот происходят вещи различные. Здесь, кстати говоря, видите... Очень странно. Мы только с территории Франции могли кто-то заходить. Мне кажется, что-то багнулось. Что-то... Что-то забаговано. Что я не мог так воевать... Ну, нападать на Нидерланды. Но при этом я был с ними в войне. В любом случае... Франция тоже вот-вот падёт. Падение Парижа. Вот оно. Падение Дидцеланды. Это Нидерланды. Окей. Вот. Низкинение напряженного боев. Испанские войска. Испанские. Ну да, испанские. Да, да. Те самые испанские войска 0 дивизии. Пех. Ну что ж, но эльфия башня всё ещё стоит. И давайте вон там в Руан какой-нибудь. Вот это всё нам надо. Давайте. Мы, в принципе, заставим их сейчас скапнуть, я думаю. Но всё ещё, кстати говоря... Я вот хочу Доктрину прокачать. Но я понимаю, что я бы всё ещё хотел убрать все стоимость и дойти вот до сюда. Это, конечно, очень неприятный дебаф к стоимости Доктрине. А так... Да. Чуть-чуть совсем остается. И мы нанесли поражение просто полностью Франции. Франция теперь под нашей оккупацией. Мы отправляемся теперь в Италию. А вот эта армия с севера, я думаю, будет сейчас идти вот сюда на восток. Давайте тогда вместе с этим что мы сделаем. Это пускай остается так. Но здесь мы делаем вот такой уже приказ. И начинаем его потихоньку, я думаю, планировать. Мне хотелось бы как-то, чтобы они ровнее шли. Ну, допустим, вот так. И пускай выдвигаются. А это уже армия займётся Италией полностью. Вправлельно, конечно, мы должны обязательно добить вот эти итальянские все войска. Которые во Францию. И потом уже перейти во Францию. В Италию, точнее. А вот это всё можно перебрасывать в Италию. Стратегии, я думаю, куда мы перебросим. Куда-нибудь в Германию на данный момент. И пускай они бомбят Россию. Снижают ей поддержку войны. Так, вот такая проблема. В Франции будет, я думаю... О, смотрите-ка, можно... Блин, а что такое Франция Defender Est? Непонятно. Либо частично разделить её можно. Либо до военных... Давайте в Defender Est на всех случаях сохранить. Ага, и мы её прям реально раздробили. Сена, Нормандия. Терзкий комиссариат Бургундия. Окситания, Британия и Волония. Так, Франция полностью разделена. Мы больше не димаем восстановиться. И вся авиация теперь может вот отсюда перейти на восток. Очень тоже сейчас это забустит нам здесь битвы. Отлично. Кстати говоря, разделили пополам итальянскую армию. Вот здесь вот осталось на севере. Да и, в принципе, часть осталась по Франции и уже оттуда не вернётся, потому что зомби в этом моде не существует. Наверное. Надеюсь. А здесь мы поскольку планируем наше наступление, но не спешим никуда, я думаю. Куда нам спешить? Да. Пускай ещё... Если нас атакуют вот так вот неудачно, то пускай атакуют, я не против. Я могу перебросить больше авиации в Турцию в том числе. Давайте здесь тоже ребятам поможем. Хотя здесь немножко не хватает. Но сейчас мы найдём откуда у нас здесь хватает штурмовиков. Пожалуй, вот так мы сделаем. Я думаю, что здесь идут достаточно такие напряжённые бои. Как напряжённые? Я бы сказал, там просто наших сил не хватает. Вот в чём дело. Поэтому они напряжённые. А у нас ещё одна армия просто готова. Но пока мы её деплоить, пожалуй, не будем. Здесь получилось ещё одно, кстати говоря, окружение. Абсолютно непреднамеренное. Ну, я не против. В целом-то. Ликвидируем сейчас здесь всё и будем добивать Италию. И начинаем вставление в Турцию. Кстати говоря, ещё взламывая их. Я не взламывал Францию. Хотя стоило, наверное. Но в целом, без разницы. Мы так и так были намного сильнее. Всего 130 тысяч. Ладно, здесь уже Францию удалили из потерь. Да. Чуть побольше, на самом деле, должно было быть. Ну, ладно. Всюще 130 тысяч против одного миллиона российских войск. Полумиллиона итальянских войск. Ещё нескольких сотен тысяч морей неток России. Состочно солидно. Ну, и они реально там просто скоро закончатся, эти люди. Просто бесконечно. Я думаю, реально, Россия там где-то секретно повышает агрессивность. Потому что она атакует постоянно. Постоянно нажимает ещё, кроме этого, вот эту вот форсированную атаку. Так что, блин. Они реально просто всё истощают из себя. Я вам говорю, там где-то есть какие-то модификаторы на агрессивность. Потому что это ненормально вообще. С другой стороны, я понимаю, зачем это сделано. Чтобы Германию максимально вдушили на Востоке. И, скорее всего, Франции что-то похожее тоже есть. Просто там было больше войск изначально. Потому что Германия, скорее всего, чувствует угрозу от Франции. Но от России нет. Потому что она вступает потом по ивенту решению. А здесь как бы есть фокус. И в Германии у Ишки появляется угроза. Он поэтому дефает. В Востоке нет. И поэтому там пушат. Там тоже пушат. Но, типа, здесь без войск получше успеха. Я просто думаю, почему настолько агрессивно здесь. И такого здесь не видно. Видимо, им просто огромную агрессивность ставят, чтобы история шла как-то. Ну и, конечно, если им это не делали намеренно, то это очень странно. Итак, Италия практически пала. Давайте-ка захватим все. Мы скоро доктрин докачаем. Мы иногда закончили доктрин докачаем. Это, конечно, здесь... Я понимаю, зачем опять-таки это сделано. Вот эта фигня. Чтобы Британия отставала от Франции. И у Франции было преимущество. Но реально у тебя такая ситуация, что ты без этого все равно побеждаешь. И потом только после войны ты будешь выкачивать эти доктрины. Это очень смешно. А вот и королевство Италии получилось. У нас вот здесь вот. И мы эту армию, пожалуй, пересылаем вот сюда. Тоже она будет наступать здесь. Отлично. А здесь кем выйдет? А здесь просто Константинополь, да? Да, давайте мы что-то сделаем. Вот так вот сделаем. Постепенно, я думаю, руки их выбьют под нашей авиацией. Кстати говоря, здесь есть необычная дивизия. Они сейчас будут обучаться перед наступлением. Я думаю, самое время, как говорится. До нас стратеги долетают откуда? Где еще здесь может быть авиабаза? Типа снижение уровня бедности, это хорошо. А откуда у нас? Не жалею, отсюда стратеги долетают до нас. Это очень смешно выглядит. Ну, конечно, я просто отправлю одного авиакрыла сюда, и это прекратится. Но это реально выглядит забавно. Ну, кстати говоря, еще и ПВО здесь огромное количество под ротарами. Так что он и так не должен работать. Но с авиацией тем более. Ой, и здесь, кстати говоря, турки переходят наступление. Но турки здесь уже еще и не только турки, а наши моряники. То, что сюда прибыли. И Константинополь, как я и говорил, в поддержке двух сотен штурмовиков как-то попроще забирать. Отлично. Вот армия сейчас сюда приедет. И я думаю, все окончательно будет решено. Мы, конечно, поможем немножечко подобивать вот этих ребят, попавших в окружение. Неудачно для них, удачно для нас. А еще мы переводим нашу флотку на рейт конвоев в Балтийском море. Мы вроде даже что-то там находили, но особо больше здесь еще один. И вот в Черном море. Окей. Проигрывание волнами и резким выходим в Повелители планеты. И плюс ячейка с сигаретом здесь выдается. Супер. Ну и перед началом наступления мы также включили удары по логистике. Поделаем эти прекрасные, абсолютно забалансированные миссии воздушные. А после перейдем в наступление, когда у меня там опучится вот эта вот последняя армия. На юге, в принципе, можно уже переходить на наступление и не стесняться. Авиабазы только здесь не хватает, честно говоря. А еще войскам снабжения, ну, вроде должно пофикситься. Вот у нас вроде есть пункт снабжения. Связь со столицей тоже есть. Ну ладно, нормально. Как-то справляются. Блин, здесь провинция какая-то или что? Очень странно. В общем-то ее нельзя захватить. Это как будто какое-то озеро считается провинцией. Вот там, видите, написано название, то есть там кто-то реально есть. И там фронт был. Очень странно. Как так получилось? Ну ладно. Господи, они вот-вот закончатся, ну типа реально. Там просто уже мертвецы в бой идут в прямом смысле. Я говорил, что с вами в этом моде нет, но походу вот они. Вот они. Здесь прям полноценное наступление начинается. Я думаю, пора и здесь тоже начать. У нас, кстати говоря, появилась доктрина. Вот это вот мы сделали фокус. Теперь мы можем доктрины выключить. По нормальной цене. Я думаю, там нет особо танка. Так что мы берем спокойно правую ветку. И почти ее докачиваем моментально. Ну и теперь. Просто все невероятно. Две дивизии побеждают пять. Там еще и боеспособностей нет. Еще и ласт-тенд нажмите, пожалуйста, чтобы вы прям закончились. Ну и на этом, я думаю, наша война закончится. Можно еще поставить вполне, наверное, самое агрессивное. Потому что, ну а чего, собственно говоря, и нет. Я вижу, что войска начинают уже переходить дальше. Надо просто авиацию будет подтягивать периодически. А так все отлично у нас. А, еще я тут мог нажать вот так. Для пущего эффекта. Ну давайте. А после этого, господи, там реально просто, ну уже... Все, ну вот оно. Оно все. Оставайтесь просто. Людей просто больше нету. У меня армия была уничтожена. Вот это все, что осталось. Это, ладно, там 79 дивизий, что-то где-то непонятно где. Но это все, что осталось от армии. Где эти 79 дивизий, непонятно на самом деле. Но точно... Вот уже даже то, что осталось, оно уже мертво. Ну и на юге вот здесь вот, на Кавказе у нас тоже армия прорывается. В общем-то, даже не знаю, можно уже не подтягивать авиацию. Но чисто ради пущего эффекта, почему бы нет. Оно покончится социальной гнилью. Итак. Ну, вариант у нас среклящих принципов. Мы, короче говоря, считаем социалистическое мышление психическим заболеванием. Согласен. Согласен. В нашем государстве социалистов нету, поэтому те, кто появляются, то что-то с ними не так однозначно. Ходишкоин, кстати говоря, 63. Все еще достаточно большая. Тут, видите, кровавая победа, дает 25. Ну, при желании, бронеславная тоже солидно накидывает. Но пропаганда работает, потери бою работают, бомбардировки работают. Конвоев только нет, но, видимо, ни с кем они не торгуют так. А торгуют, наверное, но землей. То есть, да, им ничто снабжать не надо. Ой, на 100% разведка там 1 миллион. Но я не вижу, что там за промышленный закон. Почему-то их убрали из-за разведки вообще полностью. Ну, да. Блин, а я бы хотел посмотреть. Очень грустно. Что-то в этом моде точно вот это не так делают. Российская император начинает оказывать желание сдаться, но пока что медленно. Ему только Сталинград, Зарик, Северя, Сталинград? А кто такой Сталин? Хороший вопрос, я думаю. Ну ладно, Москву и... А здесь, блядь, и здесь Ленинград. Да вы что, шутите? Кто такой Ленин? Кто такой Ленин? Я вас спрашиваю в этом мире. Я не вижу здесь Советского Союза. А зато я вижу кучу окружений и коллапс просто полностью российской армии. Как русская Балтийская губернаторство задалось. Ну и совсем немножко остается до падения самой России. Делаем новый фронт, абсолютно. Продолжаем вот так. Слушайте, не получилось. На фронте вот этих все еще был свой приказ отдельный. А что насчет теперь? Вот так и... Как бы то стало нормально. Навиация, короче говоря, я раздал всем своим этим генералам. Пускай они там ей занимаются, как хотят. В принципе, это тоже победа так или иначе. Поэтому действительно важно, если они не будут исполнивать эффективно. Так, мы держимся контролем над профсоюзами. Бедность ухудшается, грамотость ухудшается. Не уверен, почему профсоюз ухудшает грамоту. То есть, ну, допустим, бедность еще могу предположить. И мы ссылаемся на закон о национальной безопасности, конечно же. Я снимаю со своих стратегов цели. Пускай не бомбят все, что видят. Чтобы больше поддала поддержка войны. Наши войска под Москвой ждут не знаю чего. Видимо, приказа. Но мы ему его дадим. И британские войска берут Москву. Мы, кстати говоря... О, Россия требует мира. Наконец-то. Молит нас о пощаде. Ну да, да. Вот так прямо сделаем. Бедность, наконец-то, был повержен. И вот оно. Послевоенный мир. Так как какой-то еще не совсем завершенный, по ощущениям. А бедность, наконец-таки, заплакал. Остальное боевое действие продолжается по всем фронту. Он не совсем. В Новой Голландии еще воюет. Господи, кто это такой? Я подумал, это в Нидерландах. Ой, точнее, вот здесь вот нет. А, господи, это здесь. Ничего себе. Ну, мы, конечно, поможем. Что нет-то? А эти войска, я думаю, не знаю. Представим, где-нибудь здесь, что ли. Что нам еще делать остается. Слушайте, мы не успели. Вот военное положение. Все вот эти вещи под это подвязать, да? Да, мы уже не воюем. Не смогли мы. Ну, не задушили до конца демократию. Черт, не успели. Я считаю, это, в принципе, кстати говоря, логично. Типа, война закончилась. И нам... Смысл нам задушивать демократию, так сказать. Люди-то в это уже не так поверят. Хотя, считаю, кто у нас при власти. И какие у нас модификаторы. Что у нас... Ну-ка. Окс, вернее, мы победили орбитальных войн. Это жесть. Как смотрите, как бафает исследование. Кайф. А где там у нас это была прекрасная вещь? Вот. У нас вечная, всепроникающая пропаганда. Так что мы в теории можем убедить кого угодно. В чем угодно. А теперь мы идем в наши послевоенные фокусы. Британия навсегда. Ну, я думаю, разделом мы уже займемся в следующей серии. Потому что, если это включить в это, то это будет еще минут 15-20, мне кажется. Я думаю, было бы резонно сделать все в следующей. Выделить на это полноценную серию. Вот. Так что, ребят, с вами был Дубгей. Подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Пока.